включаем запись глава шмот сегодня мы заканчиваем первую главу книги шмот глава шмот шестой седьмой день сегодня очень длинные два отрывка поэтому поэтому я сейчас не буду читать а буду рассказывать только самые интересные вещи которые которые лично меня очень сильно удивили вдохновили да были для меня очень новыми вот сейчас мы эти вещи посмотрим значит напоминаю краткое содержание главы умерли умерли его братья и египтяне пристал новый фараон и египтяне забрали еврея в рабство потом фараона обозлился ему сказали что должен появиться кто-то кто выведет еврейский народ из рабства и он приказал убивать в начале еврейских мальчиков а потом всех мальчиков в это время в это время мама маша рабе но родила его шестимесячным за три месяца до того как он должен был родиться и три месяца его прятала потом она его положила в корзинку и отправила в реку нил в реке нил корзинка прибилась к берегу и там была дочка фараона батя которая которая взяла вытащила ребенка ребенок был светящийся сияющий и необычный и она решила его усыновить дала ему имя маша и вытащенный из воды маша значит это вытаскивающий можно так сказать да то есть он всех потом вытащил маша рабе на евреев из египта весь мир из идолопоклонства и вот значит она воспитывала этого ребенка мама его была его кормилицей и в какой-то момент маша рабе ну убил египтянина то есть мы видим характер у него был непростой именно потому что он воспитывался во дворце он научился всем этим штукам что не так сразу значит убить то что он был царь настоящий до такой и потом он убежал из египта был он в африке это устные с преданиями дрожим мы такие да в которых зашифровано очень неизвестно где он был это авторе упускается как как для нас неважно раз всевышний не хотел нам сообщить значит значит это для нас не особо важно и потом мы встречаемся с маша рабе но когда он пришел к и тро и тро это был самый главный священник медианитян народа который славился своей магией медианитяне это были в маде древности которые могли они знали все про астрологию про звезды про все и значит маша рабе но пришел туда у и тро хранился посох который был еще от адам решона от первого человека никто не мог этот посох вытащить из земли он был вот на землю маша рабе но подошел вытащил этот посох и значит ушел в пустыню пости овец в пустыне к нему обратился из горящего куста в начале ангел потом когда маша рабе но вышел из своего тела к нему обратился всевышний и он получил от всевышнего указания идти идти значит выводить в рейси народ из египта маша рабе но долго отказывался но бог ему сказал что ты иди а я буду через тебя говорить маша рабе но говорит так я да не могу говорить я косноязычный бог ему говорит так именно поэтому я и буду через тебя говорит чтобы не было никаких вообще сомнений что это я говорю а маша рабе но говорит там может быть все-таки через а рона лучше и бог написано разделался на него говорит арон тоже будет участвовать твоей миссии он будет тогда говорить уже ты будешь говорить а рону а рон будет говорить от тебя народу и очень интересно что говорит намус на тора что если бы маша рабе но не начал сильно отказываться то есть быть слишком скромным тоже тоже нужна мера потому что например если чека зовут чтобы он вел молитву он может первый раз должен отказаться второй раз он должен как-то так не хотя и третий раз он уже должен идти молиться если вопросе вести молитву значит маша рабе но отказывался больше чем нужно но в итоге каждое его действие все равно привело к последствиям бокса ладно будет а рон твоим твоим он будет рупором все и значит после этого всего разговора возле горячего куста а сегодня наш урок секундочку сегодня наш урок лилуни шама для поднятия души александр бенлейб бенлейб бенлев лейб да бенлев лейб он ушел уже семь дней назад александр бенлев лейб его зовут да ушел он из этого мира сейчас секундочку александр бенлев лейб правильно и наш урок сегодня для полного выздоровления всех кто нуждается в полном выздоровлении и для установления мира в полного мира для окончания войны установления мира и вот значит и и пришел маша и вернулся он к и тро своему тесте и сказал ему пойду я вернусь к моим братьям которые в египте посмотрю живы ли они еще и сказал это роли моша лэхли шалом вот это вот очень важное такое благословение пожелание иди с миром здесь лэхли шалом иди к миру дословно это переводится л это как бы направление иди к миру он ему говорит лэхли шалом значит а чего он его спрашивал и тро говорит нам у снатора что когда и тро выдавал за него свою дочку то он взял маша клятву что он без его разрешения не уйдет и сказал бог машин медиане иди вернись в в египет потому что умерли все люди которые хотели тебя убить значит древнем мире было было в древнем мире везде был закон прям конкретный закон который назывался кровная месть то есть сейчас этот закон сохранился в некоторых странах там мусульманских африка чечня то есть кровная месть но раньше по торе даже да то есть такое понятие гойль дам кровная месть и это было как обязательным условием существования мира то есть я который убивал он знал что семья того кого он убил не не успокоится пока месть пока месть ему не отомстит и это в то время может быть кого-то останавливало да может быть кого-то останавливало но был такой закон и вот здесь сообщил бог маши рабыну что семья того египтянина которого убил маши что они все никого не осталось а еще есть другой медраж предания говорится что те те кто хотели его убить даме вообще им те которые хотели его уничтожить маши рабыну это были два еврея датаны и аверам это было два преступника которые помните они между собой дрались маши рабыну заступился за одного из них и они как раз и и они как раз доложили про маши рабыну что он убил египтянина а почему сказано что они умерли они же не умерли и здесь устная тора нам еще дает вот такой вот момент что человек который потерял все деньги он считается мертвым мы это знаем про якова который потерял свое время все деньги мы знаем это про юсефа который в свое время потерял все деньги когда вы бросили в яму то есть я который потерял все имущество и потерял все деньги он как будто бы умер и начинает жизнь может быть сначала вот у меня было когда я стал религиозным я тогда потерял полностью все имущество вот Вообще у меня не было ничего У меня был тоже такой момент в жизни Когда не было вот просто ничего Вот Но я уже знал эту историю Я знал, что когда ты Находишься в самой нижней точке Это значит, что дальше у тебя будет путь куда? Только вверх Только вверх Значит и Что было дальше И взял Моше жену свою Сыновей своих, посадил их на осла И здесь написано Не просто на осла, а на Ахамор Это был тот же осел На которого сел Авраам в свое время Это тот же осел, на которого Сядет Машех, когда придет Но вы спросите, а как Машех? Машех же еще не пришел Эта история была 3 335 лет назад Что это? Ослик жив? Смотрите, Хамор на иврите Это Хомор Это материальность Материальность Хамор Хомор И говорят, что здесь был Вот этот момент Что он оседлал материальность Теперь есть люди Которые поднялись На сверхвысокий уровень Духовного развития Они управляют Материей Есть, например Есть, например, такой был Моралис Пради Вот, но ездят в Прагу Это прям достоверная история Что он создал тогда Голема Голем это как биоробот такой, да? И он создал этого Голема Который ему прислуживал Был такой у него биоробот Так возможно, что Когда говорится, что Мошер Абену сел на Хамора Авраам сел на этого Хамора На осла Что Мошер будет ехать на осле Может быть, имеется в виду Что человек, который поднимется На вот эту высочайшую ступень Управления материей Что он этого осла Воссоздаст Создаст Или может быть, этот осел Существует в каком-то параллельном Пространстве И он материализуется В этом пространстве Как электроны Как вот эта квантовая вся физика Вся эта история Что он тут исчез Там появился Эти частицы Да, может быть, этот осел Тоже как в этом Каком-то квантовом пространстве Он существует И вот, значит Сели они на этого Хамора И поехали они в землю Едипет И взял Моше Написано Вайках Моше Эт Мате Аэлуимбе И взял Моше Посох Всесильного В руку свою То есть тот посох Который был у Авраама Тот посох Который он потом взял У Итро Маширобейну Этот посох Который был Как то, что потом Описывала Джоан Роллинг Как палочка Волшебная палочка У Гарри Поттера Да Этот вот этот был посох Которым он делал чудеса Он Маширобейну взял этот посох И сказал Бог Моше Когда Когда он возвращался в Едипет Смотри Все знамения Да Все знамения Все чудеса Которые я дал сейчас в твою руку И сделаешь их все перед фараоном Это будет вот эти 10 казни Которые были 10 чудес Да Такие Сделаешь перед фараоном А я усилю сердце его И он не отправит народ Пока не будут все эти 10 казни И скажешь ты поро Ко омарашем Бни бхури Исраэль И ты должен сказать фараону Так Так сказал Бог Сын мой Первенец мой Израэль Значит так ему скажи И скажи ему так же Что я сказал Бог сказал Прислать Отослать сына моего Чтобы он мне служил И он откажется Посылать его И вот тут я тогда Приду и убью первенцев Первенцев Едипта Очень непонятное послание Очень вообще абсолютно непонятное послание Но почему именно вот так вот Почему Бог называет Первенец Израэль Первенец мой Да Сын мой первенец Израэль И почему нужно было потом Убивать первенцев Едипта За то что фараон Не отпустил Израэль Первенец В древнем мире Да Мы должны понимать Что Тора давалось 3335 лет назад И были свои понятия Для нас понятие араб Оно Ну для большинства людей Дикое понятие Да Как-то араб А у них это было нормально Абсолютно была норма Что вот были люди Которые были в статусе араб И они их покупали Продавали Имущество Да У тебя Какое у тебя есть имущество Мы сейчас говорим У меня имущество Там очки Ручка Компьютер Они этого не понимали А их спрашивали Какое у тебя имущество Он говорит У меня имущество Два камня Которыми я хлеб Перетираю И 10 рабов И ослик Да То есть Я сейчас например Не видел Человека В последнее время У которого В имуществе есть Ослик А у них был Ослик Это Чуть ли не основа имущества И вот значит Поэтому Первенец В каждой семье Для них была понятна Кровная месть Для них было понятно Понятие первенец Первенец в каждой семье Это был сын Который Отвечал за связь Этой семьи С духовными силами То есть У идолопоклонников У неидолопоклонников У всех Первый сын Он был священник И когда Бог говорит Что Израиль Первенец мой Он говорил о том Что Этот народ Он должен быть Народом священников То есть Это те люди Которые себя посвятили Служению Богу Теперь А дальше Работает принцип Мера за меру Фараон Не дает Первенцам Служить Богу Значит он теряет Своих первенцев Теперь И было Дальше Один из самых Непонятных Отрывков Торе для меня И было По пути На ночлег Малон Это как гостиница Ночлежка дословно Место где ночуют И было в пути В месте где ночуют В гостинице И И встретил его Бог И хотел его убить Вот так Вот как Бог же Его только что Послал Бог ему Только что Давал задание И тут написано И встретил его Бог И хотел его убить Очень странно Ватиках Тихотан Своего сына Давайте разбираться Значит Есть Два Две линии Комментариев Да Здесь Две линии Комментариев Первая линия Комментариев Она говорит так Что Одел Одел белую рубашку Вот я Одел белую рубашку Сижу Здесь Значит Меня видно Вот на этом экране В телеграме Тускловато Так Да А в фейсбуке Видно чуть лучше Но если я сейчас Включу все лампы Все прожектора Все направлю на себя И сделаю четкость Изображения Еще больше В сто раз То будет видно Что рубашка Не такая уже Она и белая А если сделать Четкость изображения В тысячу раз Окажется Что На этой белой рубашке Находятся микробы Бактерии Какие-то там вообще Пятна можно найти Какие-то Да И что получается Что Машер Абейну Который был Праведник и Цадик Чем ближе он соединялся Со Всевышним Кем строже С него Не заставлять Что Всевышний спрашивал Да Этот процесс Происходит автоматически Но проявляется Даже то Что Напрямую К нему не относится Как Например Есть Сейчас не вспомнилась История Когда Бросил Царь на выходне Цар И ушел Коин Гадоля Первого священника В печку И он Он не сгорел В печке Но Обгорела его одежда И пророк говорит Что А почему обгорела его одежда Он был как головешка Спасенная из огня Но у него одежды были обгоревшие Как Почему одежда Обгорела Всевышний же его спас в огне Спас А почему одежда Обгорела Там Там Талмуд Это очень Детально изучает И говорит Вот Авраама же Бросали в огонь Одежда не обгорела Почему обгорела У Юшуа И ответ такой Что его сыновья Этого первого священника Он был праведник Но его сыновья Были женаты На запрещенных Для них Женщинах Они были священники Им запрещено было Жениться На определенных Видах женщин Но они на них Женились И прямо Говорится Вот ответ Поэтому у него Одежда сгорела Здесь Мы видим Из конца Ситуации Что Спасение Машерабену Было в том Что Его жена Цепора Сделала обрезание Его сыну Значит Проблема была в том Что Машерабену Не сделал ему обрезание Почему он Не сделал ему обрезание Есть две версии Одна версия Что Когда Он женился То Итро Сказала ему Что Одного сына Ты отдаешь На воспитание Мне И я его буду воспитывать Так как Я считаю нужным По своим Каким-то там Религиозным Воззрением Второй Первый Сын Дершон Ему сделали Обрезание А Элезеру Не сделали И то что Машерабену Отдал сына На воспитание Своему Тестью Да И то что Он его Не сделал ему Обрезание В момент Когда Машерабен Шел выполнять Миссию От Всевышнего Это Вышло в то Что это была Огромная проблема И удельный вес Этой проблемы Был настолько велик Что она Чуть не убила Машерабену Чуть не уничтожила Не то что Бог Это сделал Да Когда мы говорим Что Бог Кого-то накажет Бог Кого-то за грех Там уничтожит Что человек болеет Что человек болеет Или у него проблемы За какие-то грехи Это не значит Что Бог делает Ему эти проблемы Бог создал Систему Которая работает По определенным Законам И если я сейчас Подойду И засуну пальцы В розетку То я не могу Обвинять розетку Что розетка Меня ударила током И Бог Меня не наказал За то что я Засунул пальцы В розетку То что я Засунул пальцы В розетку И меня ударила током Это следствие Моего неправильного поведения И вот здесь Мы видим Что Машер Абейну Попал в ситуацию Где какое-то Его поведение Было неправильным И тут есть спор Одни говорят Что из-за того Что сын был необрезанный Вторые говорят Что На самом деле То что сын был необрезанный Это не причина Чтобы Машер Абейну умер Но то что Машер Абейну Был на таком Уровне праведности Что Вот именно На этом уровне Праведности Когда он был Просто уже Ну вот со Всевышним Прямо Ближе некуда То даже такая Маленькая вещь Которая Ну в другой ситуации Его бы не Не была бы для него проблемой В этой ситуации Она стала для него проблемой То есть Понятно Да Каждый Проступок Для кого-то Например Для кого-то Например Вот Знаете как Вот не убить человека Это Это Как бы Сейчас Это заслуга Или не заслуга Для большинства людей Не убить человека Это не заслуга То есть Это нормально Для большинства людей Никого не убивает А вот например Человек Какой-то преступник Или там Он Убийца Маньяк И потом Он Или он Палач Да Он работал Палачом И в какой-то момент Он Остановился И говорит Все Я больше не буду Убивать Вот для него В этот момент Это заслуга Потому что Если до этого Он убивал То в этот момент Когда он Ушел с этой ступени Зла На ступень зла Меньше Это Это уже Становится Заслугой Теперь Не Не прийти в синагогу На молитву Это преступление Или не преступление Ну для большинства людей Это вообще не преступление А если человек Всю жизнь ходил На молитву И он Значит Прям ни разу Не пропускал А потом он Утром проснулся Такой Включил телевизор И говорит Не буду больше молиться Вот для него Это стало преступлением Не прийти на молитву В синагогу Понятно Да что все Очень зависит От духовного уровня Человека В этот момент Значит Маше Рабей Ну здесь мы видим Что он спасся Его спасла жена Цепора Сделала обрезание Все И сказал Бог Аарону Теперь Бог Проявлялся Аарону Тоже у Аарона Было пророчество Брат Маше Чтобы он вышел В пустыню Встретил Маше Отсюда мы видим Что колено леви Колено священников В Египте Они не были в рабстве Они не работали Со всеми Они свободно Могли заходить Выходить Мы видим Что Маше Рабейну Аарон Они были У них была Свобода передвижения Встретились они Дальше Я чуть пропускаю 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 До момента Когда Значит Они пришли Собрали старейшин Старейшины Поверили Что Маше Рабейну Пришел выводить Еврейский народ Что Бог с ним Разговаривал Народ поверил Что Маше Рабейну Пришел от Бога Что он пророк И их сейчас Выведет Все начали радоваться Пришли Маше Аарон К фараону Докладывают Фараону Что сейчас пришли Значит Аарон Глава колена Левия Глава Можно сказать Еврейского народа В то время И Значит Маше Рабейну Его брат Которого Давно не было Пришли они С каким-то сообщением Пришли они Представьте себе Ситуацию Фараон Тысяча человек Свита Вокруг Вот эти все Пирамиды Он весь в золоте Там у него Мумии Там у него Ну в общем Вообще просто Такое как Ну вообще Спектакль Открытие Олимпиады Или чемпионата мира По футболу В Катаре И заходит Значит Туда Маше Рабейну И Арон Два таких Арону было 83 года Маше Рабейну 80 лет Маше Рабейну С посохом С посохом Который еще был Посох первого человека Вот они такие Заходят И говорят Такой текст Так сказал Бог Всесильный Израиля Пошли Народ мой И Будут они Праздновать Мне В пустыне То есть Текст идет Прямым текстом Это как Бог Говорил из горла Маше А Маше Произносил эти слова А Арон Эти слова Передавал Фараону И сказал Фараон Сидит такой Фараон На вершине Такой трон И сказал Фараон Кто это Ашем Кто это Бог Который Я должен Слушаться Его голоса Кто это Вообще Такой Не слышали Лешалах Отправить Израиль Это Рабы Которые Здесь У нас Работают Но Я Отдайте Это Шем Не знаю Я Бога И так же Израиль Я не Отправлю Так Он им Ответ То есть Ответ Абсолютно Логичный Понятный То есть Приходят Каких-то Два Человека Рабы Представители Народа Рабов Где этот Бог Был Что они Попали В рабство Вообще Непонятно И говорит Отпусти Главе Самой мощной Стране В мире Самой большой Армии И сказали Они ему Отвечают Это Бог Евреев Аеврим Не кралы Но Он Он Возвал К нам Значит Чтобы мы Пошли Путь Три дня В пустыню И там Мы должны Принести Жертву Богу Всесильному Чтобы Он Не Поразил Нас Эпидемией Или Мечом Так Они сказали То есть Они говорят Смотри Ты Бога Не знаешь А мы Бога знаем Если Мы Не пойдем Это Не сделаем Он Нас Евреев Народ Поразит Значит Эпидемией Или Мечом И Сказал Им Царь Эдипта Чего Вы мешаете Народу Он Им Говорит Чего Вы мешаете Народу Работать Идите И Тоже Сейчас Вас Вы были Освобождены От работы Колено Священников Колено Леви А сейчас Вас Значит Нагрузят Работой Потом Он И сказал Фараон Ладно Их Не Не Трогайте А Возьмите Всему Народу Которые Рабы Которые Работают Им Добавьте Нагрузку Раз у них Есть время Думать Про Бога Значит У них Они Не Слишком Нагружены Пускай Они Значит Там Где Они Работают Раньше Им давали Солому Чтобы Чтобы Они Делали Терпичи А Теперь Они Пусть Сходят Собирают Эту Солому Значит В общем Им Нагрузили Работу Нагрузили Там Все На них Больше Стали Еще Притеснения И Вот Заканчивается Глава Чем Она Заканчивается Она Заканчивается Тем Что Сыны Израиля Они Наоборот Начали Возмущаться На Машарабэну Иарона Что Что Такое Вы Что Бог Послал Вас Спасать А Нам Еще Хуже Стало Задали Они Законный Вопрос Значит И Тогда Машарабэну Обратился К Богу И Сказал Бог Зачем Ты Делаешь Плохо Этому Народу Зачем Ты Меня Сюда Послал С Тех Пор Как Я Пришел К Фараону Говорить От Твоего Имени Стало Хуже Этому Народу И Ты Никого Не Спас И Сказал Бог Моше Вот Теперь Увидишь То Что Я Сделаю Фараону Что Рукою Сильную Он Вас Отошлет И Он Вас Выгонит Просто Из Своей Земли Значит Все На этом Глава Заканчивается Что Мы Отсюда Можем Для Себя Понять Первое В очередной Раз Очень Четко И Ясно Видно Что Не Может Человек Понять Бога Не Может То Когда Мы Говорим О Боге То Каждый Пытается Описать Бога Что Если Б Я Был Богом Я Был Думал Так Мы Накладываем На Бога Свои Какие То Мысли Проекции Ожидания И так Далее Это Все К Богу Не Имеет Отношения Бог Творец Мироздания С одной Стороны Он Творец Он Хозяин Он Создатель Он Абсолютно Вне Вне Наших Представлений О Том Как Должна Двигаться Система То Мы Когда Пытаемся Предсказывать Куда Будет Двигаться Система Мы Говорим Который Мы Каждый Видит Свои Схемы Бог Творец Мироздания Он Эти Схемы Создал И В принципе Мир Работает По Этим Схемам Но Бог Творец Он Выше Всех Этих Схем И Выше Всего Вот Этого Теперь Мы Видим Из Его Проявления Как Это Было В Египте Мы Учим Какие Для Себя Идеи Как Работает Этот Мир Каждый Раз Когда Мы Изучаем Что Бог Делал Как Он Делал И Так Далее То Мы Входим В соприкосновение Личное Индивидуальное Со Всевышним Поэтому Очень Важно Изучать Тору Очень Важно Выполнять Заповеди Что Мы Еще Знаем Что Бог Создатель И Он Он Проявляет Себя В этом Мире И Соединиться С Богом Можно Когда Мы Выполняем Его Заповеди Поэтому Поэтому Значит Самое Хорошее Что Можно Сделать Для Себя И Для Своей Жизни Это Как Сказал Царь Соломон Бога Бояться Его Надо Бояться Мы Видим Что С Ним Шутки Плохи Да Значит Бога Бояться Заповеди Его Соблюдать И В этом Весь Человек И Всякое Действие Дальше Продолжает Царь Соломон Веколь Каждое Действие Приведет Бог На Суд Окольный Лам Все Скрытое И Хорошее И Плохое Этот Закон Который На Востоте Называют Закон Кармы На Западе Называют Закон Бумеранга Мы Называем Закон Причина Следствия Или Та Мера Которая Человек Меряет Меряет Ему Это Основополагающий Закон Поэтому Тот Кто Хочет Получать Жизни Добро Любовь Хорошее Отношение Благополучие Здоровье Должен Это Стараться Давать Создавать Делать А потом А потом Значит Все Вот вопрос Зачем Мы нужны Богу Бог Изначально Бог добрый Изначально Он нам Дал Возможности Он нам Дал Жизнь Он нам Дал Этот мир Чтобы мы В этом мире Выбрали Бога И были Счастливы То есть Это такая Как игра Человек Рождает Ребенка Он хочет Чтобы Его Ребенок Научился Жить Правильно И был Счастлив Точно Так же Бог Зачем Мы нужны Богу Богу Ничего Не нужно Он хочет Нам Дать Возможность Прожить Хорошую Счастливую Жизнь И заработать Себе Вечную Жизнь В следующем Уровне Игры Это Такой Глобальный Ответ На вопрос Зачем Вся Вот Эта Вот История Нужна Богу Ему Не нужно Он дать Нам Хочет А то Что Мы С этим Сделали Это Уже Каждый Своей Жизнью Рулит Мы Все Вместе Рулим Нашим Поколением И Закладываем Фундамент Для Следующих Поколений Все Всем Удачи Успехов Чтобы Всевышний Благословил Вас Всеми Хорошими Благословениями И Чтобы Выполнил Все Запросы Вашего Сердца Для Вашего Добра Все Шаббат Шалом Удачи Успехов И Встречаемся С Божьей Помощью В Воскресенье В это же Время Все Счастливо Шаббат Шалом